Когда дело проходило в касационном суде, то даже прокурор задал вот эти вот вопросы. Каким образом можно людей выселить из квартиры в квартиру, в ближайшую частную лицу? Какие права после этого будут люди имеют? Нет ли в этом нарушения прав людей? Было решение о приостановке исполнительного производства. А приставы говорят, а у нас твое решение. Выяснилось, что прошло новое судебное заседание. На этом заседании было принято уже иное решение, не предусматривающее приостановку исполнительного производства. Как решение, нарушающее права, задевающее права лицов, могло быть принято в отсутствие жильцов. Приставы устроили погром, вытащили вещи. Место человек, которые пытались пройти посмотреть на наши правосудия в действии, были избиты приставами и охранниками. Дальше люди пришли в прокуратуру, просили вмешаться, просили обратить внимание на такое-то выселение по заочному решению. В прокуратуре сказали, киньте бумажку в ящик. За ответство принятия с болью к утру, выслушали, взяли заявление, но никаких мер на то, что люди остались без жилья, никаких мер нарушение закона принято не было. В итоге мы в прокуратуре сидели, вечером приехал автобус с правоохранителями, которые с непреклонной вежливостью все взяли под руки и припроводились прокуратуры в отделении милиции. Да, мы сейчас пойдем в мэрию, посмотрим, что будет дальше. Мы очень хотим попасть на прием, очень хотим, чтобы нас пригласили или, собственно говоря, к нам кто-нибудь вышел. Сколько чиновники отказались решать проблемы по существу, а просто говорят, пишите заявление, приходите завтра. Продолжение следует...